Миндальное молоко легко можно приготовить дома. Оно имеет уникальный состав витаминов и микроэлементов, которые улучшают состояние кожи лица, улучшается пищеварение и снижается давление. Берем сушеный миндаль, промываем, заливаем его водой из расчета 1 к 4. Накрываем тарелкой, оставляем на ночь от 6 до 10 часов. От кожицы очищать не надо, это дополнительная полезная клетчатка. Хотя решайте сами, если не снимать кожицу, тогда молоко будет более терпким на вкус и бежевым по цвету. Промываю, лишнее убираю в морозильник. В конце видео покажу, как я делаю миндальное молоко из замороженного миндаля. А сейчас я буду пробивать миндаль с водой в блендере на высокой скорости от 2 до 4 минут, зависит от мощности блендера. После этого процеживаем через марлю и получаем суперорганическое полезное миндальное молоко без всяких консервантов и ешек. Такое молоко нужно хранить в холодильнике 3-4 дня, желательно в стеклянной банке. Его можно пить в чистом виде или использовать в приготовлении различных блюд вместо животного молока, а из жмыха можно приготовить разную выпечку, тем самым обогатив состав клетчаткой и витаминами. Безусловно, миндальное молоко очень полезно, но его можно использовать лишь для разнообразия рациона и для тех, у кого непереносимость лактозы. Оно не сможет полноценно заменить коровье, а тем более козье молоко. А из жмыха я буду готовить пышные миндальные пряники, смотрите в следующем видео. Вот из жмыха точно получатся более полезные пряники, чем обычные. Из замороженного миндаля я также готовлю миндальное молоко, только заливаю его горячей водой и в блендер также пробиваю от 2 до 4 минут, чтобы миндаль хорошо размельчился. Таким образом, один раз замочив много миндаля, лишнее можно заморозить и сэкономить время. Но напоследок скажу свое мнение как нутрициолог насчет уникальной пользы миндального молока. Никакое растительное молоко не сможет заменить коровье, а тем более козье молоко. Те же ферменты, живые бактерии, аминокислоты животного происхождения, жирность даже близко не стоят с пользой натурального молока. Это просто маркетинговый ход продавцов. Он оправдан разве что от непереносимости лактозы и то, если это подтверждено анализами.